Эпик Геймс в последние годы претерпела кардинальные метаморфозы. Один из главных производителей компьютерных шутеров сначала принимается осваивать чужды для себя мобильный рынок, что вылилось в создание целой трилогии Infinity Blade. Затем компанию покидает Клифф Ближински. Вскоре после этого Эпик Геймс внезапно продает Microsoft право на Gears of War, а выход четвертой версии движка Unreal Engine, вопреки устоявшейся традиции, больше не сопровождается релизом новой части серии Unreal. Итогом всего этого стала новость о том, что Эпик больше не собирается работать над одиночными играми. Для компании сейчас наступил переломный момент. Проект, получивший название Paragon, на который разработчики пригласили нас посмотреть на специальном мероприятии в Берлине, это первая игра, если так можно выразиться, новой, заново рожденной Эпик Геймс. Эпик Геймс, которую теперь надо воспринимать как нового претендента на трон во вселенной онлайн-развлечений. А их Paragon — это не что иное, как прямой конкурент League of Legends и Dota 2. Обосновавшись в конференц-зале Redison Blue, Эпик Геймс оборудовали целый зал, в котором сперва пресса, а потом и избранные члены комьюнити могли оценить как PS4-версию игры, так и православную компьютерную. На предложение «Would you like to play on PS4?» мы гордо отвечали «No thanks, PC Master Race». Обстановка очень располагала к игре. Огромные запасы кофе и газировки ждали своего часа, а дружелюбные сотрудники Эпиков сновали туда-сюда, с энтузиазмом рассказывали правила игры и самую малость делились подробностями разработки. А если не хватало людей в команде, авторы мигом занимали пустующие стулья и присоединялись к общему замесу, подкалывая друг друга и поддерживая тех, кто играл не особо хорошо. Геймплей нам знаком с детства. Три дороги, соединяющие нашу базу с вражеской, джунгли, в которых также можно подкачаться или набить ресурсов, башни, стоящие вдоль дороги. Эта механика сегодня известна, наверное, всем. Дьявол, понятное дело, кроется в деталях. Вот, например, в джунглях можно захватывать точки, которые генерируют карт-поинтс, за них покупаются или апградятся карты, местный аналог предметов, но о них чуть позже. Точки эти нужно время от времени обходить, захватывать заново или просто отгонять от них обнаглевших вражин, которые выжелали саботировать процесс нашей прокачки. По замыслу разработчиков, Paragon займет свою нишу хотя бы за счет вертикальности и экшен-ориентированности. В то время как шаблон современной мобы — это корка от RTS плюс изометрия, Epic в своем творении камеру повесили за спину игрока и дали ему полную свободу перемещаться во всех измерениях. Процесс вообще напоминает смайт, в том смысле, что в обеих играх используется ракурс от третьего лица. Epic выделяются тем, что у них много внимания уделено вертикальному передвижению, возвышенности можно использовать для разведки, а впадины — чтобы удобно убегать с линии огня. Это вполне отвечает желанию Epic Games сделать Paragon привлекательным для людей, которым нравятся именно экшены. Иногда, к сожалению, такой дизайн идет во вред — порой можно сбиться или запутаться в окружении, и если в обычных мобах с изометрией все на виду, то тут остается разве что мотать глазами то в центр, то вверх на миникарту, которая, кстати, детальностью не отличается. Архетипы юнитов назвать особо уникальными не получится. Танки, мели, саппорты, рейнджи — все на месте, как в прочих мобах. Конечно, у каждого героя есть свои нюансы, но в целом все канонично. Даже навыков у каждого героя традиционно четыре. Скорее всего, несмотря на статус раннего доступа, концептуально ростер, роли и сопутствующие детали после официального запуска не изменятся, что, правда, не мешает авторам во время очередного патча значительно менять баланс персонажей и их навыков. Предлагалось нам поиграть и за нового персонажа — Химеро, первого в игре дуэлиста. Его отличительной чертой стала возможность накапливать в бою особую шкалу, которая ускоряет восстановление здоровья. Чуть ранее мы обещали поговорить про предметы. Они в Параган, естественно, имеются. Дань жанру все-таки. Но они тут оформлены в виде карт, которые собраны в колоды, выбираемые перед стартом матча. Свои колоды можно компоновать, начиная с пятого уровня, а на первых парах приходится довольствоваться двумя стандартными. Каждая карта имеет свой ранг, он формируется из общего бонуса к характеристикам, которые дает карта. И чем выше он, тем выше карта в цветовой иерархии на манер Диабло или Вов. Собирательство в Параган доставляет удовольствие. Этого не отнять. Разработчики вообще даже сами толком не помнят, откуда именно появилась идея карт и колод. Кто-то указывает на классическую Батан Кайтос с Геймкьюб, а кто-то вообще на Харфстоун. Получить новые карты можно, выигрывая матчи. Они даются на выходе, образом. Карта кладется в один из шести доступных слотов, но по факту всего подходящих ячеек получается четыре, так как по традиции в первые два принято брать зелье здоровья и маны. Обычно список активных карт формируется на базе или во время ожидания воскрешения после смерти, но в числе планируемых изменений есть механика дропподов или по-нашему аналогов курьеров кэрри, которые позволят игрокам менять конфигурацию карт на подконтрольных им башнях. Тут и пригодятся упомянутые ранее карт-поинтс. За них можно покупать и апгрейдить карты, а если карту из активной колоды выкинуть, мы получаем обратно потраченные очки. Сама карта, правда, становится недоступной до самого конца матча. Говоря о планируемых изменениях, в числе прочих более авангардных вещей, разработчики собираются убрать спринт из игры, а взамен дать пользователям телепорт к своим башням с умеренным кулдауном. Говоря о недостатках, нельзя не вспомнить пословицу про «по одёжке встречают». У Эпик лор отодвинут на второй план, а персонажи, хоть и визуально хороши, лишены хоть какой-нибудь ощутимой оригинальности. Взгляните на League of Legends, Dota или, скажем, Overwatch. Там крайне проработанные персонажи, которых трудно друг с другом перепутать. В Paragon, к сожалению, пока говорить о какой-то личности у игровых героев не приходится. В остальном, судить игру строго и с пристрастием мы пока не будем. Ранний доступ располагает к флуктуациям в дизайне, недоработкам и общей сырости проекта. Однако уже стоит отметить, что геймплей ощущается свежо, а процесс сбора карт приятен и добавляет игре азарта, что, понятное дело, хороший признак верного выбора основной концепции. А там время покажет. Впереди всё-таки не один новый герой и не один десяток, а может быть и не одна сотня патчей. Что любопытно, креативный директор Paragon, Стив Супервилл, с которым мы потом ещё немного побеседовали, не отмёл потенциальную возможность моддинга игры и даже предположил, что если дело дойдёт до модов, то теоретически игроки смогут и создавать свои карты для колоды. У нас Unreal Engine 4 всё-таки, смеётся он. Тут, конечно, нужно помнить, что добавить поддержку пользовательских модификаций в мобу задача нетривиальная, и она может быть отброшена из практических соображений. Вместе с тем, коли Epic осилит сей труд, то это вполне может стать солидной отличительной чертой Paragon. Не нравится баланс, режим или карта? Допили руками так, как не смогли разработчики, и поделись с другими. В общем, за Paragon определённо есть смысл следить, тем более, что в августе широким массам представится возможность поиграть в открытую бету. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова